Дорогие читатели, приглашаем вас в сказку. Представьте себе, как бы было скучно, если бы в мире не было сказок. Давным-давно, когда люди не умели читать, сказки передавались из уст в уста. Бабушки рассказывали их внукам, а они вырастая своим детям. Много позже появились люди, которые записывают сказки и называли их сказочниками. Каждый сказочник привносил в сказку что-то свое, а потом и вовсе стал придумывать свои авторские сказки. Одним из самых известных и любимых в мире стал сказочник Шарль Перро. Родился он более 350 лет назад во Франции 12 января 1628 года. И говорят, что при рождении младенец закричал так, что было слышно на другом конце квартала, возвестив весь мир о своем появлении на свет. Шарль Перро известен большинству современников как сказки, а между тем он был маститым поэтом своего времени, академиком Французской академии, автором знаменитых научных трудов. И удивительно, что множество произведений Перро вскоре забылись, и только сказки живут до сих пор. Первый сборник под названием «Сказки матушки Гусыни» был опубликован в 1609 году. Из восьми сказок, включенных в сборник, считается, что только одну, реки Хохолок, сочинил он сам, а остальные записал со слов кормилицы своего сына. Матушка Гусыни – это воображаемый автор сборника сказок и детских стишков, которые любят в разных странах. Матушку Гусыню часто изображают в виде пожилой женщины в высокой шляпе и шале, но иногда ее изображают и в виде гуся в чипце. Кроме того, в сборник вошли три стихотворных произведения, опубликованные Перро за несколько лет до издания книги, а именно новелла «Гризельда» и две сказки «Ослинная шкура» и «Потешные желания». Дорогие читы, предлагаем вам вспомнить удивительные сказки Шарля Перро. И первая сказка, в которую мы попадем, это сказка «Подарки феи» или по-другому ее называют «Волшебница». В сказке рассказывается о двух сестрах. Одна из них была злой и грубой, другая же скромной и доброй. Однажды волшебница решила проверить девушек. Она обернулась нищенкой и по воды у одной из дочерей, а та вежливо позволила ей напиться, за что фея наградила ее особым даром. Когда она говорила, изо рта у нее выпадали прекрасные цветы и драгоценные камни. А для другой дочери фея обернулась знатной дамой, но в ответ на просьбу напиться получила лишь грубость и наказала девушку. И при разговоре у нее стали сыпаться уродливые жабы и ядовитые змеи. Ровно в полночь убежала и, споткнувшись, потеряла на балу у короля туфельку из хрусталя. Золушка или хрустальная туфелька – следующая сказка Шарля Перро. Она покоряет сердца людей уже не одно столетие. В ней рассказано о жизни девушки с мачехой и с водными сестрами. Они завидовали ее в вкусу и заставляли выполнять по дому саму грязную работу. Так и шла жить в Золушке, пока однажды принц королевства не пригласил все знатные семьи на бал. В сказке тыква превращается в карету, крыса в кучера, а мышь в лошадей, бедные плачки в роскошный наряд. Как стало возможно такое волшебство? Все это вы узнаете, прочитав сказку, поучить сказку о доброй, красивой девушке, которая, несмотря на происки злой мачехи и сестер, оказалась на королевском балу. Знаете, этого плутишку никому не обхитрить. Людоеда, словно мышку, умудрился проглотить. Жил на свете веселый пушистый кот. Так начинается следующая сказка. Он гонялся за мышами, пил из блюдечка молоко, ловко карабкался по заборам и умел открывать лапой дверь. И совсем не помышлял о том, что настанет время, когда ему, обычному коту, станут низко кланяться господа из королевской свиты, а сам он будет разгуливать по двору в красивом кафтане, в высоких сапогах и шляпе с пером. Никто и представить синий мог, что не испугается кот огромного людоеда, которым дрожали самые отважные храбрецы королевства. Ум, хитрость и смекалка отличали не только кота в сапогах, но и другого героя сказки Шарла Перро. Смышленность этого мальчишки спасла его и шесть братишек. Хоть ростом мал он, да удал. Так кто из вас о нем читал? Мальчик-спальчик. Сказка Шарла популярная по всему миру. В ней рассказывается о бедной семье Дровосека, в которой росло семь сыновей. Последний был очень маленьким. Когда в доме ничего не осталось поесть, отец отвел сыновей в чащу и оставил их там. Они загоревали, но младший брат увидел огонек во тьме. Так братья набрели на жилище людоеда, где его жена приутила путников. Как мальчики выбрались из плена? Прочтите вместе с детьми. Сказка учит вере в себя, рассудительности, ответственности и доброте. В гости к бабушке пошла, пироги ей понесла. Серый волк за ней следил, обманул и проглотил. Всеми любимая сказка «Красная шапочка» также представлена в сборнике «Самые красивые сказки». Человек немолодой с очень синей бородой. И для всех, для всех людей он отъявленный злодей. «Синяя борода» сказка Шарля Перо основана на реальных событиях. Богатого аристократа, прозванного «Синяя борода», опасаются девушки. Вот уже синяя его исчезла. И все-таки находится младшая дочка благородной дамы, которую ему удалось очаровать. Жених увозит невесту в замок и, уезжая по делам, оставляет ей ключи от всех комнат. Лишь одну коморку под угрозой смерти запрещает открывать. Жена не слушается и узнает страшную, скрыть которую не дает волшебный ключ. Чем все закончится, узнаете из сказки. Эта сказка не нова. В ней принцесса все спала. Феи злобной то вина, и укол веретена. В переложении Шарля Перо сюжет сказки завязывается, когда у королевской четы рождается дочь. Прибывшие на праздник добрые феи одаривают ее красотой и талантами. А злая колдунья, кого хотели приглашать, пришла сама и наложила на малютку проклятие, что она уколется веретеном и погибнет. Последняя добрая фея смогла лишь смельчить участь принцессы, но спасла ее от смерти. Рикки с кахалком. Сказка о Шарля Перо, которая трогает сердца взрослых и детей уже много лет. В ней показана судьба двух королевских детей. У одной королевской четы родился безобразный мальчик, однако волшебница предсказала, что он будет очень умен. Примерно в то же время в соседнем королевстве родилась принцесса, которой предсказали невероятную глупость. Как сплялись их судьбы, и чем они смогли помочь друг другу. Сказка учит обращать внимание на таланты людей, их умение делиться и держать слово, а не на их внешние данные. Сказка «Ослинная шкура» была в свое время опубликована в двух вариантах – стихах и прозе. Она тоже вошла в сборник и позже неоднократно экранизировалась. Почему на девушке накинута ослинная шкура? Почему королевская дочка устроилась в богатый дом и выполняла всю грязную работу? Об этом вы узнаете, прочитав сказку. По мотивам сказок Шарля Перро создано немало мультфильмов и музыкальных произведений. Написаны классические балеты и оперы. В долине Шеврес, недалеко от Парижа, находится владение кота в сапогах – замок-музей Шарля Перро. Более 400 лет он принадлежит семье Бритейль, очень древней и известной во Франции. Сегодня в этом старинном поместье живут около 50 восковых персонажей из золушки, спящей ослинной шкуры и других сказок Шарля Перро. Часть героев расположились в комнатах замка, а некоторые гуляют по парку. Одних восковых котов в сапогах здесь больше 20, и у каждого свое занятие и наряд. Потому как именно этот персонаж – самый любимый у хозяина поместья. Шарль Перро придумал необыкновенные истории и невероятные приключения, в которых участвовали и добрые феи, и злые ведьмы, и прекрасные принцессы, и простые добротушные девушки. Люди ценят и любят сказки этого доброго и вдохновенного художника. Да и как их не любить, как не ценить, если в них простых и язвят чувствуется душа великого мастера слова. Его сказки учат ценить подлинную красоту жизни, любить труд, добро. Мужество и справедливость.